Эти каютные часы когда-то были на подводной лодке Курск. За полгода до трагедии, когда погибли все 118 членов экипажа, их демонтировали. Теперь они главное сокровище экспозиции в военно-историческом музее. Часы, кстати, до сих пор идут. Мы продолжаем помнить о военно-морском флоте, мы продолжаем помнить о наших братьях, о наших друзьях, которые служат, которые служили, которые ушли от нас, погибли, защищая Родину. И дань, которую мы отдаем нашим друзьям и братьям, она в этом и заключается. Что мы собираем артефакты, которые имеют отношение к этим людям, которые имеют отношение к событиям и фактам, случившимся в нашей стране. Экспозиция, посвященная военно-морскому флоту, занимает две витрины. Еще один ценный артефакт – иллюминатор линкора «Новороссийск». Он именно в том виде, в котором его подняли летом 2019 года с места гибели корабля. На выставке представлена и богатая коллекция кортиков. Холодное оружие в форме узкого кинжала во времена считалось символом морского офицерства. Такие экспозиции очень важны для более глубокого понимания истории, считает губернатор Дмитрий Азаров, который приехал на открытие выставки. Это очень важная часть, конечно, патриотического воспитания. Для Самарской области в целом, конечно, для нашей столицы, для города Самара. Это важнейшая составляющая сохранения исторической правды. Сотрудники музея и в дальнейшем планируют развивать морскую тематику. Кроме того, планируется вновь открыть школу «ЮНГ». Такую инициативу поддержал Дмитрий Азаров. Прийти и познакомиться с новой экспозицией в музее может любой житель Самары. Мэри Елчан, Василий Кладошов. События.